Я буквально в двух словах расскажу о себе, что мы хотим более-менее понять, в чем меня есть или меня не есть. И дальше, наверное, посмотрим мой газон. Не только газон. Давайте начнем с тем. Сколько рук? Нужны вопросы? Да, конечно. Сколько рук? У меня сейчас 4 проекта в области IT. Чуть покровче, пожалуйста. 4 проекта в области IT. Но, друзья, по этому следующую вещь. Это большой проект. Это ваш личный проект. Да. Мои и мои друзья. Мои друзья тоже мне говорят, что опыт правоохранения вообще финансирования IT-проектов в России заканчивается в разработке успешных игр. Это упирается в массу 10 миллионов рублей, что со всеми сопоставимы, со многими как-то. С ценами оно и конечно. А IT какие? Ну, то есть IT-проекты бывают разные, да? Социальные IT-проекты, да? Бывают, да? Бизнесы. Ага. Ну, то есть те проекты, которые зарабатывают люди. Кроудфандинг и IT-проекты в России, это сложно. Это прям очень сложно, да. Ну, мы сейчас еще, на самом деле можем, все, у кого будут какие-то вот такие вот вопросы, потому что у меня был, у меня есть опыт не только социальных проектов, но еще у разных. может дойти ко мне в прерыве или позже, и я там с удовольствием могу пообщать на эту тему. Да, то есть это отдельная тема. Это мой магазин, раз, стал. Это немножко все-таки... Резинализация текстной информации или два. Ну, смотрите, IT-бизнес разный тут нужно смотреть. И это все-таки, наверное, это... Ну, то есть я буду рассказывать про какие-то основы, да, но все-таки IT-бизнес нужно смотреть отдельно, потому что это немножечко подругое. Мы все-таки все-таки, наверное, больше про общественное, про социальное, но если будут какие-то вопросы у людей, можно подойти ко мне в прерыве. Да? А еще я прошу вас еще представляться, пожалуйста, потому что я не знаю, как вас зовут, мне очень удобно, вы все знаете, как меня зовут. Андрей. Отлично, спасибо. Меня Александр зовут. У меня проект сейчас, он тоже больше смысла уже продуктовый. Разрабатывается в Донфолив. На последний я могу, посмотрите, показать даже черновик проекта, который можно предупреждать. Окей, это вот вторая часть. Да, 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 да. И интересует вопрос по медиапланированию, по взаимодействию со СМИ в процессе кампании. Да, это будет. Это все будет, да. В частности. Про те, которые, про то, что еще осталось в России? Да. Отлично, хотя бы это важно. Здравствуйте, меня зовут Лерика. Я из благотворительного центра «Верег в чудо», который находится в городе Калининграде. Ну вот, да, мы хотим запустить краудфандинг. Красивое слово. А о чем? Ну вот, про наши социальные благотворительные цели. Ну вот, хотелось бы узнать, чего точно не стоит, на какие темы точно не стоит заливать вот на эти платформы? Ну типа, дайте деньги, потому что дети болеют. Так понятно? Мы будем смотреть очень крутой проект, с которым мы сейчас взаимодействуем. Этот проект строительства в клинике в Ватемале. Некоторые по нему уже знают. Просто я непосредственно имею к этому отношение. И мы его как бы пытались продвинуть в России. И Вика Валикова сделал очень крутой Крутфайдинг. Они собрали. У них вообще очень большая компания. Она идет каждый раз. И, в общем, мы будем смотреть и все очень крутые. Меня зовут Вячеслав. Да, конечно, так неудобно. Абсолютно. Меня зовут Вячеслав. Значит, у меня у нас есть несколько вопросов. Ну, сначала первый вопрос. Если не реализовался проект, скажем, да, идет возврат в свет. Возвращаются средства, наверное, не в том же количестве. Потому что, если идет перевод через какие-то банковские карточки, то они берут процент. По расходовую логистику. Ну, я своими словами говорю. А вы можете с вами сказать, Александр. Я по-русски говорю, логистика. Ближе русские слова. Вот. Ну, понятно. Возврат средств. То есть, идет не сто процентов людям или сто процентов. Хорошо. И еще? И параллельно можно ли, кроме, допустим, планеты.ру, параллельно сборы средств на своем сайте? По договору это возможно или нет? Да, отвечу на все. Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Я фандрайзер софетского социального дома. Это дом для детей с множеством нарушения развития. И меня на самом деле интересует, потому что тема детей с особенностями, она с одной стороны расставлена, и с другой стороны надоела, и ее очень красиво можно его упаковать. Интересные люди, да? Меня интересует вопрос именно размещения какой-то компании, да? на краусландинговой платформе, с точки зрения обычными силами обычного человека, условно даже фандайзера, не журналисты, не профессионального пиарщика, и так далее. То есть, нужно ли действительно искать команду, да? Классов, ну, людей. Можно искать, ханить, привлекать. Или действительно есть возможность сделать успешную компанию, там, своими силами на карьерке? Окей, да. Ну, я не могу. Вот, как раз про поэту, буду много рассказывать. Давайте, наверное, последнюю барышню. А, ну, хорошо, допустим. Ну, у меня не барышня, все было, залово! Просто я хотела как-то уравнять количество... А, не получилось. Так, о-вэй, мы создаем общественное движение. И задача... А как его зовут? Я сказал символод. А, извините, просто... Да, акустика бывает. Так вот, мы создаём общественное движение, и задача, понимаете, стоит сейчас собрать денег на его развитие дальнейшего привлечения людей. Интересно, аспекты, какому образом это нужно сделать? Вы хотите собрать деньги? Да, создаётся общественное движение, но его развитие нужно некое рефинансирование. А с чем общественное движение связано? Общественное движение связано с улучшением экологической ситуации в конкретно Крыловских холмах. Окей, хорошо, да. Как раз месяц назад я общалась с экологами одного из городов. Окей, хорошо. Наверное, когда начнём, буквально пару часов к тебе. Я только-то была, наверное, классическим журналистом. Много я этим занималась. Была репортером, заполучилась репортером. Вообще много чего было. И потом, когда всё стало очень хорошо, кризис, профессия, сложился на личный кризис, в общем, у меня возникла такая очень странная идея, как у всех журналистов в какой-то момент сделать свою СМИ и сделать это социально, вообще сделать и перевернуть весь мир так, как я люблю. Но всё это делало большое поражение, и слава богу. Вот, в общем, это поражение нужно видеть. Потому что, на самом деле, у меня была такая очень забавная тема, потому что я работала уже, не знаю, с пиаром, с деньгами, с фандрайзингом, с глупайном, но в качестве аспекта, в качестве того, кто делает умный вид, читает тексты и говорит, что вот это вот так вот, а вот здесь не будет фут, а вот это не работает. А потом, как бы, я сама встала на место того, кто должен был подписывать договор с планетой, кто должен был, там, бегать, снимать видео, кто должен был договариваться с партнёром и делать еще что-то. Вот, и, в общем, как бы, в какой-то момент я понимала, что я не хочу это светить, с другой стороны, я хочу это светить и что-то я из этого хочу сделать. В общем, как бы, увидел, значит, всё. И, в общем, этот промывал очень многое, потому что из этого мои деньги, наверное, ушли, они перешли в другую тему, социальный бизнес и куда не ушел он сейчас как раз в процессе появления. И, помимо всего прочего, совсем недавно с моими друзьями мы сделали такую большую исследовательскую команду, отчасти, потому что я еще занимаюсь темой исследования национальной памяти, этнических конфликтов и все, что связано, в общем, с публичной историей, с этим участным вариалом. Ну, и, помимо всего прочего, мы еще на английские навыки не ушли, и они там со всеми друзьями сделали такой очень хороший проект, редакторское бюро с автор, для работы с бизнесом, для работы с НКО, и мы делаем, и мы консультируем, подчас консультируем какие-то НКО, если вам, там, вы можете мне написать, и я вам скажу, круто это или не круто, то есть, там, какие тексты работают, какие нет, мы, не переписывается вас текст, и просто потому что, как бы, ну, это совершенно другой уровень работы, и это уже работа, да, а вот, как бы, консультируем, консультируем много, я это делала сама отдельно, а сейчас мы это делаем, как бы, в компании разных людей, от социологов, и других прекрасных людей, и юмористов, которые когда-то, кстати, взорвали в их учили НКО. Вот. Собственно, это мои контакты, мне нужно найти просто с вами сети. А, окей, я не увидела. Так, право-лево? Право-право. Окей. Это простые правила. Вы сейчас покинете о чем, потому что я обо всем буду говорить. Не торопитесь, планируйте с конца, сделайте это красиво, и не ограничиваетесь онлайн. Вот. Это вот, собственно, мой первый, первый кранфайдинг, мы вам видели вот так вот, а сейчас вы видите весь мир на фото. Включи, пожалуйста. Первый видео, где новый народ. Сейчас будет очень весело. Добрый день, друзья. Меня зовут Корщагина Юлия, и я журналист. Этим летом я решила осуществить свою давнюю идею и отправилась в Ленинградскую и Вологодскую области, чтобы понять, как живут малые народы России. Мне удалось пообщаться с такими малыми народами, как Водь и Жоры, Ингер, Манланские, Финны, Карелы и Вербска. Удалось узнать много интересных историй о людях. К сожалению, в современных медиа об этих историях мало пишут и мало говорят. Возникла идея сделать свой независимый большой медиа-проект о малых народах. На данный момент собралась уже большая группа из исследователей, фотографов и журналистов. Наш проект, они были волонтерские. На данный момент у нас практически уже все готово для того, чтобы отправиться во вторую экспедицию. Единственное, чего не хватает, это средства на дорогу. И вы хотели бы попросить вас помочь нам об этом. От себя лично я хочу попросить вас помочь мне осуществить мечту, в которой я жила в семье. Спасибо. В общем, так не делайте никогда? Отключи пожалуйста. Почему? Сейчас будет. Сейчас будет. Потому что после этого можно делать только вот так. Почему? Потому что это, во-первых, плохое качество. Во-вторых, потому что записывали мы его так, с 20-го и с 30-го дубля. Во-вторых, нельзя говорить так много. В-третьих, обязательно это должно быть красиво, это должно быть интересно. Потому что на самом деле мало кого там звучит, там даже нористически звучит огромное количество «пожалуйста, помогите, спасите». Это вот вообще совершенно не работает. И это работает, наоборот, против того человека, который об этом говорит. И во-вторых, там совершенно непонятна суть, совершенно непонятна идея. И совершенно непонятно вообще, о чем это. То есть вот видео, в этом вот, которое должно длиться меньше минуты, должно быть сразу понятно. Поэтому все, что касается визуализации, об этом найти можно кучу разных тем, не знаю, материалов, видео, не только видео. Это должно быть понятно, да, то есть там, не знаю, попросить своего друга, дизайнера что-то сделать, там еще что-то. И вся эта тема, она была такая, как бы, на самом деле, когда вы стоите перед камерой, вас очень выдает, то есть ваше состояние, ваше волнение, ваша неуверенность в себе сильно выдает камер. Она выдает ее сразу, выдает ее тут же. И вы можете записать хоть 50 дублей и потом их клеить, не знаю, 24 часа. Но при этом, как бы, это будет видно. Поэтому, если вы этой идеей не горите и не можете уложить ее... Знаете, есть у менеджеров очень хорошая тема. Вот у вас, вы приходите в лифт к тому, кто вас может профинансировать. И вам за 30 секунд нужно объяснить, о чем ваш проект и что можно профинансировать. Вот у меня полутора минут на видео, по-моему, в полторы минуты. Сейчас я его не пересматривала просто. Извините, но у меня не хватает на это сил. В полутора минут на видео у меня непонятно вообще ничего. Что за поездка, какой медиапроект, о чем он вообще, какую значимость он несет. Ну, очередной медиапроект. Тот, кто более-менее связан как-то, не знаю, журналистикой. Кто периодически читает, видит, что такое количество проектов входит, не знаю, 50 в полгода, предположим. Хотя на самом деле меньше, но все равно. Вот, я ответила вам вопрос, почему так не надо делать? Есть какие-то вопросы у вас сейчас? Вопросы, комментарии? Ну, тогда вопрос. А как же сделать правильно? А мы сейчас будем говорить о том? Правильно я понимаю, что, по сути дела, нужно привлекать профессионала, которому хотя бы посмотрел это видео или как выкладывался. Сейчас мы будем про это тоже говорить. А он и проредактировал, и срежиссировал, и тексты дал. Как минимум, вы должны показать это своей бабушке, своей девушке, своей маме и каким-то друзьям. И можно еще прохожим. Если все поймут, о чем вы говорите, значит, все правильно. Ставьте себя на место тех людей, которые видят это. Когда вы видите вот это, кто вообще понял, о чем я говорила в видео? Я смотрела. Слушайте, круто! Прям, я думала, что будет вообще мелкий. Нет, ну, по крайней мере, видно было, что это искренне. Потому что, если бы делал бы это профессионал, и был бы лоск, то я бы, скажем так, я бы точно делал бы это. Это было искренне, но это было непрофессионально. Ну и что? Ну зато это было искренне. Это было искренне. Если делать красиво, например, то у тебя попадет, но это искренность. Да, но здесь как мозаика. Если одного кусочка не хватает, то мозаика не собирается. И здесь та же самая тема. А ты нашла середину между искренностью и лоском? Нашла ли я? Ну да, вообще. Да, мы еще не будем про это говорить. Меня вообще, на самом деле, вот этот crowdfunding надо выделять, собственно. В какой-то момент я записала видео, почему здесь 10200. Я поняла, что я не справлялась, вот, кстати, отчасти, начало ответа на ваш вопрос. Я не справлялась с тем темпом, который у меня был. Я не справилась с той многозначностью, которая была. Потому что, когда я села и поняла, что я думала, что это, вот, как, ну, это, там, не знаю, Дядь поступить и думать, что, короче, ты такой вот пять лет научишься и как-нибудь. И как-нибудь оно само пойдет. И как-нибудь оно само... Это, на самом деле, первый стереотип, который, вот, с одной стороны, да. То есть я была прокачана в плане текстов. Я была прокачана в плане, не знаю, друзей и знакомых, которые работают в медиа. И которые сейчас уже, там, не знаю, возглавляют кучу изданий. Я была прокачана в плане того, что у меня была команда, ну, мы выслышали, да, собственно. Но при этом само понимание, когда ты садишься и делаешь, и вот тебе еще надо вот это написать, и вот это написать, и вот здесь делать, и вот здесь делать, и вот здесь делать. И самая большая проблема была с тем, что я проанализирую все это там. Через две недели я поняла, что оно не пойдет. Вот. И дальше нужно было искать какой-то другой вариант. Другой вариант нашелся. Но у меня он нашелся не в плане круг-файнинга, а нашелся в плане, там, другой, другой работы. Я не боюсь в эту идею. Она преобразовалась в такой небольшой, небольшой социальный бизнес. И преобразовалась в какие-то там, не знаю, тексты на тему, там, климатических условий. Работы со связанными, на этническими. Вот. Мы продолжаем дальше. Это один из проектов, который... Региональный проект. Это... Мы не будем смотреть его видео. Это, собственно, проект Страва Будущего, в котором я была медиам-менеджером. Не знаю, можете как угодно их назвать экспертом. Ребята сыграли на громкую мебель. На самом деле, идея, ну, в принципе, интересная. Но... Они собирали немного, собрали достаточно хорошо. Нашли партнеров в итоге. И построили вот в Ростове-на-Дону такую вот разъемную модель. Какие стамейки. Которые превращаются там бельжаки. Это все собирается, разбирается. Это был как раз период, когда была очень модная... Хотя до сих пор модная ломанистика, вообще городские проекты. И вот они все это собрали. Там было много переделки текстов, которые я переписывала. И, соответственно, вот сейчас мы будем говорить о том, вообще, как самостоятельно все это сделать. И о том, вообще, с чего начать. Нужен ли ей какой-то профессиональный. Вот. Это, собственно, инструментарий, о котором мы будем говорить. И давайте на этом вот как-то пообщаемся. Я пойму на каких-то конкретных примерах, наверное, ваших. Мы разберем. Потом я покажу еще пример. Ну? Есть? Удачный пример пока. Я покажу удачный пример. Все три последующих примера будут удачные. Они все будут три очень разных. Три? Нет. Два. Два. Они все будут два очень разных. Они будут крутые. Кстати, одно из них будет про... Давайте, наверное, я покажу. Одно из них будет про, наверное, не знаю, кто из вас из Питера. Наверное, этот человек и знает. Это, собственно, Илья Ишов. Мой хороший приятель. Они наблюдатели из Петербурга когда-то сняли полуподвальное помещение в центре Питера. И стали проводить там какие-то мероприятия. Вот, кстати, если у вас будет какое-то мероприятие или захотелось, например, вести в Питер выставку, не знаю, проводить какой-то семинар. Вы можете ему написать. Он абсолютно готов помочь. Они предоставляют бесплатное абсолютно помещение, возможность вставляться, не знаю, читать лекции, проводить какие-то штуки. Вот. И у них в какой-то момент, так как они волонтерское движение, волонтерская группа, не стало денег на это помещение. И они как-то сказали, либо уходите, либо не уходите. И когда они сделали компанию, по-моему, сейчас у них уже третья компания. И в этот момент как раз было так, что мы их встретились, и он рассказывал про то, что они забыли сделать компанию. Показал мне какие-то, в общем, работы, которые у них есть. И дальше уже с включением меня, мы переделали практически все. Да. Которые открыты посадки. Вот. Которые открыты посадки. Илья Эршов. Илья Эршов? Да. И, друзья, когда мы только начинали компанию на планете РУ, многие наши знакомые говорили о том, что это еще и прекрасный способ понять, насколько ты нужен людям. Это классный способ увидеть, что то, что ты делаешь реально нужно. Прошло два месяца, что идет наша компания, и мы поняли, что они были правы. Нас за эти два месяца поддержали больше ста человек. И не просто поддержали. Казалось, что для многих из вас открытое пространство это новокуличное состояние. Казалось, что где бы мы находились, в каком бы городе ни жили, вы воспринимаете открытое пространство, как место, куда запросто можно прийти в любое время. И почувствовать себя как дома. Почувствовать себя в кругу зимы. Встретить интересных собеседников. И в значных моментах. Почувствовать себя в комфорт. Не первое. Это же компания, которая заканчивается. Ну, вот здесь вы говорите спасибо. Мне, по-моему, предновогодние как раз показ. И что сделали ребята? Ребята записали хорошее видео. Они сделали, отвечая на ваш вопрос, они сделали онлайн-магазин. Они сделали распродажи новогодней. Они очень плотно стали взаимодействовать с сообществом вне интернета. И это вот тоже еще одна из самых важных стереотипов. Одно из самых важных правил, которое тоже на личной шкуре моей очень прочувствовано. Потому что, когда вы делаете ставку только на онлайн, вы думаете, что у нас все получится, потому что вы такие клевые. На самом деле, нет. Вы, конечно, можете быть и клевые, и я, наверное, тоже клевая. Но если вы не общаетесь с людьми вне, если вы не общаетесь с людьми в реальности, то намного сложнее вытащить людей из онлайн-среде. Потому что в онлайн-среде очень много всего. То есть, помните сами, да? Вот вы читаете разные издания, и вы не всегда запоминаете авторов, вы не всегда запоминаете темы, еще что-то. Потому что, как бы, хоть и возникла эра смартфона, и она дала нам возможность, не знаю, 24 часа быть в курсе всего, но при этом все равно информация пролистывается совершенно в другом. Да? Можно сразу уточнить, а какие модели онлайн-общения существуют, применимые в вот этих проектах? Сейчас, да, сейчас мы поговорим. Скажите, пожалуйста, я хочу понять, вам рассказывать от начала нужно? Ну, то есть, как вообще? Сейчас говорим не про оформление, потому что про оформление все-таки это немного всего, но, например, какие-то базовые штуки, которые я поняла при создании культфандеры и вообще при работе над ним. Нужно? 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 Окей, хорошо. Ну, вот, круг, мне кажется, всем остальные, вы видели одно видео неправильное, а второе видео уже финальное. Сейчас будет еще. Сейчас будет еще одно видео как раз проекта Год Топалы и там миллионный сбор. Вот. Там, ребята, миллионный сбор. И, соответственно, можно еще одно поискать. Сейчас я подумаю еще. Соответственно, смотрите, первая, на самом деле, штука, которая есть, они все забывают. Они все забывают, но она очень важна. Когда вы собираетесь сделать культфайминг, когда вы собираетесь сделать любой проект, прежде всего, что вы должны сделать, вам нужно сделать большое исследование. То есть, вам нужно посмотреть, какие культфайминги уже запущены и какие идеи работают. То есть, это такой большой research, который помогает вам понять, как бы, здесь где-то плюсы, здесь где-то минусы, почему эти ребята. То есть, вы смотрите все. Вы смотрите все, что не получило деньги, все, что получило деньги, все, что было 200 тысяч, все, что было 800 тысяч, и все, что идет больше миллиона. Потому что все эти проекты, они очень разные, да, потому что там 200 тысяч собрать реально 800, как бы, уже сложнее, миллион, еще сложнее. Вот, соответственно, вы просто вот садитесь там, не знаю, скинуете себе ссылки, где бы вы их не видели, попадаются там, попадаются там, залезаете на разные культфайминговые платформы, не знаю, на Kickstarter, на Indiegogo, на Boomstarter, на планету и просто просматриваете, не ограничиваясь там одной, собственно, одним ресурсом. Вот, и, соответственно, очень часто в этих проектах есть ссылки на какие-то, на какие-то СМИ, на какие-то медиа, очень часто там есть репортажи, да, вот все, весь этот массив, это на самом деле сложно, да, я понимаю, на это уйдет много времени, но этот массив, который вам пригодится. Потому что, изучая подобные темы, вы сразу же поймете, где вам нужно уходить, да, от чего, где вам нужно уходить еще что-то. Если вы делаете компанию на Change.org, то же самое. Ну, то есть, это вот такая вот фишка, я не знаю, рассказывают об этом или нет, хотя я тоже, я на самом деле смотрела огромное количество очень странных видео про краудфандинг, и не очень странных, ходила, училась на планете, когда у них был первый набор по краудфандингу, ну и вообще, даже достала, даже, короче, сейчас я вам скажу страшную тайну, но я поставила программу, которая мне выкачала, в общем, все эти прекрасные лекции, которые были незамочными, ну, в общем, да, и я их там стояла пересматривала, но как бы я их не пересматривала, как бы все равно все упиралось в одно, да, если вы не изучаете, не смотрите прошлый опыт, вам намного сложнее, потому что, как бы, велосипед изобретали, вчера, вчера было, кстати, не обретение велосипеда, велосипед изобретали, там, частично, на протяжении почти целого века, и было одно добавление, второе, третье, пятое, если вы, как бы, когда велосипед изобретать не надо, да, можно понять, где плюсы, где минусы, это дает огромное преимущество для того, чтобы вы поняли, как вам идею скоординировать, как вам, здесь вам что-то нужно делать, а здесь вам что-то не нужно делать, вот, это первая тема, вторая тема, это с тем, что, когда вы решили делать краудфандинг, вы воспринимаете, не знаю, берите таблицу в Excel, берите, там, не знаю, какой планировщик или не планировщик, вы просто садитесь там и выписываете своих друзей, потом друзей своих друзей, потом вы сделаете медийную таблицу, то есть со всеми редакторами, ссылками, фейсбуками, изданиями, которые вам нравятся, да, то есть, причем, нужно делать региональных и федеральных, ну, то есть, не не пренебрегайте теми и другими, и не пренебрегайте, там, не знаю, комсомольской правдой и лайфом или, типа, каналом «Домашки», сейчас я про это буду говорить немножко отдельно, но все равно, то есть, вы, в общем, вы, в общем, закидываетесь всеми таблицами, которые только можете, и дальше, зачем вам эти таблицы, зачем они вам, они вам пригодятся в примере планирования, поэтому именно таблиц, если вы будете рисовать все на бумажках, то как бы все бумажки будут забываться, еще что-то, еще что-то на вторых, а нет доступа со смартфона, ну, то есть, это вот очень, или там, не знаю, или с планшет, или еще что-то, да, поэтому, что, когда вы будете делать крабфандинг, и вы пойдете в театр, и вам срочно нужно будет ответить на что-то, или вам срочно будет звонить какой-то журналист, и вы, не найдете ту табличку, ту тему, которая, как бы, была, да, это будет сложнее, ну, как бы, проверено, серьезно, ну, то есть, вот, сейчас я, я, там, не знаю, 2-3 недели назад сделала большой пост в Facebook на тему того, что, ребята, пожалуйста, посоветуйте мне какой-нибудь планировщик, мне написали там кучу планировщиков, и я поняла, что стали добрые Excel, мне в помощь, потому что можно выделять цветным, и он всегда со мной, вот, в отличие от, там, треола, мейпинга, и так далее, вот, соответственно, особенно, когда, это первый этап, да?